Телеканал «Брянская губерния» начинает четырехчасовой благотворительный телемарафон «Всё для победы». «Всё для победы» – благотворительный телемарафон, благодаря которому всем миром собираются миллионы рублей помощи военнослужащим, участникам специальной военной операции. Сегодня гостями нашей студии станут руководители предприятий, лидеры общественного мнения, волонтеры, деятели культуры. Залог победы – крепкий тыл. Неравнодушные жители региона, предприятия и бизнес с первых дней спецоперации помогают нашим солдатам одерживать победы на полях сражения. Я и мой коллектив поддерживаем решение президента, оказываем посильную помощь нашим военнослужащим. Также с нашего коллектива ушло в зону СОО два человека. Один из них поил первые месяца, а второй получил ранение, но вернулся на боевые позиции. И таких примеров немало. Поддержка самая разноплановая. От моральной – это когда детки шлют приветы и подарки солдатам. Наши дети, которые сейчас находятся непосредственно дома, написали нам такие вот приятные моменты, когда здесь в такое нелегкое время мы читаем это все и нас согревает. Спасибо большое, Вероника, за приятный подарок, за полуоткрытку. Желаем тебе семейного тепла и счастья на долгие годы. Не важно, кто против нас, главное, кто с нами. Враг будет разбит, победа будет за нами. Дом материальный. На передовую организации предприниматели отправляют серьезную технику, которая необходима как в сражениях, так и для лечения. Константин Осипов приобрел для медроты биохимический анализатор стоимости около миллиона рублей. Важна сплоченность, участие каждого человека в нашей стране. Потому что наш президент, как убежден, знает и задал правильный вектор направления, поставил задачи. И наша задача как граждан поддержать это направление, сплотиться и создать как минимум этот щит-кулак, который расставит все по местам. И победа будет за нами. В нашей студии не только предприниматели, руководители предприятий и общественники постоянно на передовую приезжают священники, чтобы не только передать гуманитарку, но и передать силы духу воина. Насколько важна духовная поддержка ребятам? Как мне говорят ребята с моего подразделения, я кормляю группировку войск Север. Я езжу к нашим ребятам с мая месяца 22 года. Ко мне подбегают ребята разных вероисповеданий. И православные, и мусульмане, и буддисты. Они все рады приезду батюшки. Они все подбегают. И если первое время вопросы были, кто такой Бог и что нам надо делать, если взять первый месяц СВО, то теперь уже ребята подходят, которые прочитали и Библию, и Коран. Своими личными историями помощи можете поделиться и вы, зрители нашего марафона. Звоните нам в студию по номеру телефона 301-501. Десятки звонков в эфир телеканала. Столько же самых разных историй, как говорится, из первых уст героев телемарафона. Сейчас направление обратились в соседний регион, но даже не соседний регион, а Ставропольский край для оказания своих земляков помощи в пиломатериалах. То есть коллектив «Березовые рощи», который сейчас представитель был передо мной. И самое главное, в эфире рассказали о том, что особенно необходимо ребятам за ленточкой. В основном это потребность в каком-то специфичном оборудовании. Там будут рации, какие-то сигнализаторы, средства радиоэлектронной борьбы. Также, когда первый раз мы уже поехали и передавали на помощь на один из детских садиков города Брянска, были подготовлены комплекты одежды. Постоянно в прямом эфире QR-код и информация о том, как с помощью него можно поддержать солдат. Главная цель марафона не только показать своих героев, но и привлечь новых помощников наших ребят на фронте. Это можно сделать по специальному QR-коду, который вы прямо сейчас видите на экране. Телемарафон в эфире Брянской губернии стал уже доброй традицией. На протяжении двух лет он объединяет сотни людей во имя одной общей цели – победы. Два часа прямого эфира с гостями в студии и по видеосвязи. А сразу после – прямая трансляция благотворительного концерта «Культура в помощь Донбассу». Это проект народного артиста России Андрея Соколова. Сюжет об этом вы увидите в наших следующих выпусках программы «События». А о результатах сбора денежных средств мы сообщим подробнее после общего подсчета. Игорь Дударев, Виктор Левченков, Брянск.